Всем доброе утро, мы на Псоу. Едем сегодня в Сочи. Погода, конечно, не очень и прохладно. Полдесятого, а мы уже приехали в Сочи. Сейчас мы пойдем куда? В Сан-Сити, кажется, в торговый центр. А потом уже пойдем посылку получим. Прохладно сегодня что-то. Мне кажется, даже дождик пойдет. Да, Диана? Да, сегодня только облачно. Погода, не вы так что-то писала. Посмотрим. Мне не верится, что это просто облачно. Как мне нравится эта река с искусственными водопадами. Мы с Дианой где только не были. Но я так довольна покупками. Облазили весь этот торговый центр. Я думаю, купила себе одежды. Себе. Опять Марику, Максиму и Сереже. Там еще Дед Мороз тоже Марику кое-что передал от себя. И Диана еще купила корм для попугая. Все, теперь мы идем посылку нашу забирать. Пришла посылка с этими. Как их там? Лаки, да? Топ, база. Да. Я тебе говорю, он шатается. А смотри, там дырки гнилые. Чайки. Да, ну что делать? Как красиво. Ты знаешь, меня аж поташнивает чуть-чуть от того, что этот нос вибрирует. Забрали мы посылочку нашу. Так что наши ногти скоро будут красивыми. Все, теперь отправляемся уже в Море Мол. Потом фикс прайс. Да, да, Ирочки обязательно тоже сделаем. Туда идем? А почему туда? Мы можем вот оттуда пойти, чуть-чуть пройти. Давай сюда? Давай. А они достроили, видишь себе? Прикольно. Мы уже скоро до Море Мола дойдем. Не знаю, правда, что мы там будем покупать, но надо что-то детям в подарок выбрать. Можно посмотреть? В окей. Пойдем еще в магазин, наверное. И обязательно фикс прайс. Это обязательно. Да. Нам сегодня надо часа в три, да, выехать? Обязательно. С Море Мола, да. Потому что нам сказали, что последняя маршрутка где-то в 6-7 отходит в Сухум. В 6. И он сказал, если раньше придете, еще лучше. Еще лучше, да. Какой класс, да, Диан? Вот чай. Вон чайка. Да, сидит. Ну что, идем? Отдохнули, пойдем дальше. О, смотри, а вон в горах там чуть-чуть солнышко даже просвечивает. Ну, надеюсь, что не будет. Елка очень красивая. Но они ее каждый год одинаково украшают. Что, идем? Пошли. А куда мы идем? Сама не знаю. Куда-нибудь в детский мир пойдем. В детском мире в шоке просто от цен. Ну, ничего, я заказала на Алиэкспресс ему, придет, подарю. Сейчас мы выберем какие-нибудь лего-конструкторы и все, пойдем. Давай. Да, девочки тут больше всего. Спустя час или полтора мы вышли из детского мира. Потеряли там полжизни, наверное, пока выбирали подарки. Но это того стоило. Елка. Все-таки красиво, да? У нас такого нету, к сожалению. А здесь красота. Подожди, как у нас 30-го каток откроют? Да, у нас вчера каток не открыли. Наверное, не до 10 дней. Наверное, сказали, 30-го будут открывать. Ну что теперь? Макдональдс. Макдональдс вперед. И потом идем в фит-прайк. И все, наши дела закончены. Наш заказ готов. Но мы мало так взяли, потому что особо наедаться не хотим. А у нас тут такой вид прикольный. Стоянка полностью забита. Диана, посмотри, сколько людей. Ужас. Ну это что, выходные, потом на это все. Ну да, уже Новый год. Дай мне тоже салфетку влажную. Давай. Давай. Все, мы выходим, наконец. Мы уже в окее. Но здесь ужас, сколько людей. Сколько мы еще на кассе будем стоять, неизвестно. Да, Диана? Да. Все так. Вообще. А мы тем временем уже добрались до Магнита. Уже в Адвере. Сейчас пойдем в магазин, купим там еще кое-что. И все, и потом на Псов поедем. Диана, куда ты так бежишь? Спешим. Мы сегодня весь день спешим. Хотела посмотреть сковородку гриль. Где? А это что? Оно это маленькое, оно совсем такое. И полоски, видишь, они посередине прекращаются. Такое не хочу. Сейчас чуть-чуть прогуляемся. Там игрушки я так и не купила. И уже навряд ли куплю. Ну посмотрим сейчас. Я сказала, я в прошлом году. 19.42, мы даже скоро уже будем отдыхать. Нам повезло, вот честно. Маршрутка почти пустая. 10 часов вечера, а мы вот минут 10, да, как зашли домой. Сережа меня с детьми встречал, потому что у меня были такие сумки. Марик с Максимом пытались в сумки залезть, посмотреть, что же я там купила, подарочки. Но я говорю, что нет, нельзя смотреть. Мы поможем поместить. Да, но Марик подумал, что я какой-то телевизор купила или что, но он ошибся чуть-чуть. Ну это они на Новый год уже узнают. Я говорю, я встречалась с Дедом Морозом. Если честно, у меня болит все. У меня больше всего болят руки, Сережа. Вот от этих пакетов. Я купила пакет в ОКЕ и в Магните. А они так руки режут. Это просто ужас, Сережа. Нет, они просто тяжелые были. Нет, ну не совсем мы так особо не были. Нет, но один был хороший тяжелый. Еще один пакет я уже этот убрала, но... Нет, Сережа, ты знаешь, мы в Магнит приехали вообще налегке. У нас два пакетика было. Ну правда, когда мы в тачку загрузили, полная тачка от этих пакетов была. Но они легкие были. Мы такого ничего особо не брали. Но когда с Магнита вышли, мы уже поняли, что мы чуть-чуть переборщили. С покупками. Ну все это все как обычно. Потому что все равно хочется как-то оправдать дорогу. Что-нибудь детям купить. Вот Диана тоже. Я там купила... А, их тут тоже нету, я не вытащила. Я там купила конфетки кое-какие. Но я решила на Новый год оставить. Потому что они сегодня очень много конфет поели. Наши дети, да, сегодня были на двух елках. Сразу им там подарки подарили. Сережа им культурную программу на сегодня устроил. И поэтому я решила, что остальные все подарки они увидят только на Новый год. И Сережечка свой подарочек увидит на Новый год. Не-не. А я завтра пойду себе и куплю тарелки. Потому что я хотела купить хоть какие-нибудь тарелки. Но мы бы их просто не довезли. Да и смысл тащить вот такую тяжесть. Тарелки оттуда везти очень тяжело. Да мы вообще не знали, уедем мы или нет. Мы вот в семь часов пришли и пустая маршрутка. Как мы обрадовались. Но мы восемь выехали и вот как раз вот без десяти десять приехали. Что, Максюта? Нет. Ты довольна сегодня? Где ты был? Рассказывай, что тебе подарили. Что дарили? Это подарок. Подарок? Да, тут я вижу у вас и такие подарки, и такие. Дед Мороз был добрый? Вообще у нас сегодня как-то все, не знаю, все по-быстрому. Потому что нам же вот сказали маршручки, что в шесть часов, максимум пол седьмого, вам нужно быть на границе, чтобы уехать. И мы туда-сюда, Сереж, мы действительно, мы бегали. Мы не ходили даже. У меня даже времени не было видео снимать. Да, Сережа не верил, что я в десять часов могу приехать. Обычно я в одиннадцать-двенадцать, да. Но ты знаешь, мы из-за того, что маршрутку долго ждали, мы час просто сидели на границе. Хоть сидели. А то бы могли бы не сидеть. Но я довольна все равно, что все так получилось. Даже, что та маршрутка уехала. Ну, может быть, она и не полная была. Но вообще, может быть, маршрутки бы и не было. Но из-за того, что сам водитель из Сухума, и он сюда ехал, и из-за этого он забрал. Да, он набрал сколько мог. Он даже полную не стал ждать. На ручке? Ты устал? Да. Устал ребенок. Он целый день зеленая нога. Да. Как мы сегодня ехали в автобусе, и там, этот, Сочи, в Адлер. И там девушка говорит, ой, ребенок сегодня три часа ходил. Я прям в культурном шоке. И я подумала, да, наши дети. Помнишь, в Сочи парке Марик постоянно ходила. А ребенок такого возраста, как Марик был. Не знаю. Помнишь тогда он целый день прям? Целый день. Это только вот этот, висит на руках. Да? Меня, наверное, продуло. Мне было то жарко, то холодно. Я ходила с этой открытой курткой. Это ужас. Сейчас покажу, что я привезла. Но это, конечно, не все, как вы понимаете. Остальное будет на Новый год. Что? Тебе упаете. Что? Тебе упаете. Я не поняла, что. Для елочки, да? Да, вот такие эти, гирлянды уже, бусинки взяла. Я хочу полностью сделать елку. Да. Сделать, понимаешь? Купить новые игрушки. Именно в серебристом и в голубом цвете. Мне вот очень нравится. Я не взяла, не помню, 74 или сколько? 74, кажется, они стоят. Вот две штучки я взяла. Это в магните. Так, давай дальше. Салфетки влажные. Не знаю, Сереж, зачем тащила. Но 35, кажется, рублей. Но салфетки влажные мне всегда дома нужны, поэтому взяла. В принципе, тогда у нас и сумок особых таких не было. Ананас купила тоже на Новый год. Сережка, за 80 рублей. Прикинь. 68, ну 69 рублей килограмм. Вот это на 80. У нас вообще такой цены нет. У нас они дорогие очень. У нас деньги поштучно продают. Да. Так, так что решила взять. Банану купила тоже по 49 рублей. У нас 100 рублей, 120 рублей на рынке. Открывать не надо. Или открой ему, пускай идет, играется. Оставь. А то сейчас будет тут. Да, синий. А как тут она? Она сильно закрыта. А, нет. На скотче. На скотче. Ладно, буду дальше показывать. Гирлянды взяла в магазине. Окей. Сережка, 10 метров, 150 рублей. Ну, они были 300, а по карте 150 рублей. Снег. Не помню. Кажется, 26 рублей. Не помню, честно. Морскую капусту. Вот мне не лень было, Сереж, честно, тащить. Я просто такая голодная была. Я хотела капусту. Вот это, кажется, 19 рублей. А вот это 40 рублей. А, кстати, они одинаковые. Тут просто... Да, меньше и больше. Пурчозу тоже по скидке взяла. Ваке. Кажется, 69 рублей. Я цены не помню в этих чеках. Не могу сейчас разбираться, потому что я, если честно, так устала, что сил просто нету. Икра ментая. Это, кажется, 59 рублей стоит. Это Марик у меня заказывал. Он обожает эту икру. Вот. Тут написано пробойная соленая. А ту, помнишь, что мы покупали? Она была именно как вареная. Непонятно. А это, кстати, по акции. 169, кажется, рублей в магните. Ну, тут 95 грамм. И еще икру трески взяла. Это заправка для фунчозы. Это в магните по 31, кажется. Рублю я 4 штуки взяла. Вот как раз для них. Взяла еще соус теряки. Вот это такой, это маринад. Смотри, он, ну, не густой. Нет, не густой, наоборот. Все, дети пошли. Густой будем распутывать долго. Кисло-сладкий соус взяла. Не знаю, Сереж, зачем. Ну, такие хлопушки, как в прошлом году. Кажется, по 15 рублей они в океи. Ну, Сереж, это для детей я специально взяла. Потому что им можно их взрывать. Это не опасно. Я им даже дома разрешу, понимаешь? Нет. Сережка, купила магниты. Вот не знаю, зачем. По 39 рублей. Ну, мне так понравились эти крыски. Это в океи магазине. Ага, смотри, какой. Смотри, прикольно, скажи. Ну, это, если честно, страшновато чуть-чуть. Да, евро. Тепла и добра. Здесь 1000 рублей. Да, таких денег не бывает. И 2000. А подожди, а евро я не взяла? Или 100 долларов еще было? Я, короче, сначала набрала 10 магнитов. Потом, как посчитала, что это 390 рублей, думаю, мне даже некому столько магнитов дарить. И решила, что воню только 5. Какой? 1000 рублей. Ну, Сереж, я еще не решила, какой на... Серьезно, тебе повесить. Ага. А может, не вешается. Колбасу вот взяла. Тоже не помню, сколько стоит по скидке там. Такую ветчину с индейкой. Тоже вкусная. Так, что это? Это меня уже понесло. Скумбрию взяла. Там тоже скидка была. Не помню, за сколько. А, еще я взяла печень трески. Я хочу там какие-то бутербродики сделать. Ну, что ты проверяешь? О, прикольно. Да, Марик, завтра я куплю еще игрушки и будем елку украшать. А вот игрушки именно вообще нигде не было. Все как будто бы, Сереж, как будто бы, вот знаешь, с него. А, за это будете работать в сербасе? Завтра воскресенье, навряд ли. Ну, можно проскочить? Харзаман мы хотим с Дианой с утра поменять. А, и выработали, да. Да, завтра вот мы будем. А вот сюда большое надо идти? На Новый район, да. Ну, так что, на повороте. Завтра мы с Дианой хотим пойти в Харзаман, купить там кое-что, потом еще пойти на рынок. Короче, планы у нас... Что, завтра опять я с детьми? Да, Сереж. Четырьмя? А еще, я самое главное, смотрите, что... Гирлянды хочешь, Максим, хоть посмотрите. Гирлянды? Да. Давай, показывай. Ладно, Максим. Сейчас мы их повесим. А там много режимов. На елку? Нет, давайте завтра. Сейчас я уже, правда, ничего не могу. Какая елка, я сам как елка. Мне хватило. Оставь, Сереж, показал, хватит, оставь. Так, рыба. Что, живот болит? От конфет, Максим, столько конфет есть нельзя. Папа сказал, что вы объелись сегодня конфетами, да? Наел. Наелся, говорит. Сережечка, я... Смотри, конфетку. Нет, это моя? Нет, это не твоя. Это окунь вяленый. Сережа не любит. А мне мой извращенный вкус, да, мне нравится она на вкус. А ты не такой, может, и не ел? Нет, как не ел. Я постоянно его беру, ты не любишь. Я взяла вот, гюстеру. А, гюстера моя? Да. Ну, окунь сколько? На 80 рублей, а гюстера на 73... 79, то есть... Я, когда увидела рыбу, я просто пройти мимо не могла. Живот болит. Живот болит? Ну, сейчас, Максюточка, подожди, я сейчас... А хочешь, я не знаю, что даже дать тебе. Ничего не давай. Давай интерфурил. Ну, хотя что интерфурил? Он устал. Он просто устал. У него сегодня перенасыщенный день был. Это не трогай, морякос. Это нельзя. Ещё меня занесло. Я купила... Так, подожди, Серёжка. Помоги мне. Не можем. Не можешь? Открой, а тут так не видно. А это что, мама? Сейчас покажу всё, не переживайте. Короче, я купила... Что это? Корейка свиная. За 219 рублей. У нас такая корейка стоит 360, Серёжа. Так что я вот так вот сделаю стейки небольшие и пожарю на Новый год. И теперь самое главное, Серёжечка, моя покупка. Открывай. Ну, там пакет магнитовский для заморозки. Что, Марик, ты так смотришь, как будто бы там этот... Я купила креветки. О, ты знаешь, они почти даже не разморозились. Эти креветки по 269 рублей. А ещё, Серёжечка, я взяла, знаешь что, королевские креветки. По 429 рублей. Ну, не могла я себе отказать. Я говорю, Новый год один раз в году. Я вот именно хочу пожарить, сварить, что-нибудь придумать. А ещё у нас, Серёжечка, на Новый год будет гулянка. Я купила уголь для кальяна. И ещё взяла вот такой табак. Он стоил 150 рублей. А тут ещё один. Манго, персик. И тут мороженое. Это, земляника. Господи, Серёжа, скажи, как она называется. Он не эту. Нет. Малина и фисташки. Тоже 150 рублей. И уголь этот за 350. Всё. Остальные подарки будут позже. Да? Можно я их покрыть? Нет. Новый год ещё впереди. Марик, честно, я не могу. Это сюрприз будет. Я устала. Я проснулась. Нет, начнём с того. Я уснула где-то в 2 часа. Проснулась в полпятого. В полшестого я уже стояла на трассе. Полчаса просто. Серёжа, мы уехать сколько не могли. До шести. Ни траликов, ничего не было. И в итоге шестичасовая маршрутка с Дранби ехала. И Ведяна села. Потом я села в неё. И мы поехали наконец-таки. И потом... Но мы 8... Даже нет. Мы 8 уже границу перешли. Мы вообще сегодня всё очень быстро сделали. Мы 8 границу перешли. Потом сразу поехали в Сочи. В Сочи парк. Нет, не в Сочи парк. Если бы в Сочи парк бы... Что бы я ещё хотела бы? В Сочи парк. Знаешь что, Серёжа? Я, наверное... Что я хочу? Мы только сегодня в Ардуном всё кушаем и всё. Марик, не делай, пожалуйста. Ты сейчас все эти расцарапывай. У меня даже голос уже садится. Вот честно. Вот здорово. И вот эта посылка. Из-за которой, в принципе... Нет, ну мы не только из-за неё поехали. Мы поехали покупать подарки. Закутовано. А тут что я? Какие маленькие, слушай, бутрюки. Тут у нас база, топ и лаки разных цветов. Такие маленькие, мама. Маленькие. Маленькие, да. А губку от один диктей не нравится, да? Так, это вот база, это топ. Фирма Розалинт. Наконец-то, Серёжечка, я себе ногти сделаю. У меня даже ногти приличные будут на Новый год. Хотя... Мамочка, там ужас. Так, вот такой... Вау, какой цвет. А тут... А, не видно. Я потом, наверное, при дневном свете завтра покажу. Или вставлю фотографию, что-то, заказов с Алиэкспресс, потому что сейчас правда так не видно. О! Это моя любовь. Всё. Я вот этот сделаю на Новый год. Если кому интересно... О, тоже прикольно. Ссылки могу оставить на этот магазин. Почему зелёный? Там, кажется, голубой какой-то есть. Один. Из всех зелёных. Вот, тоже. Ну, я тебе сказал, да. Вот, зелёный. Это тоже будет зелёный. Сейчас посмотрим. Я уж сама не помню, честно, что... Потому что 57-й. Нет. Жёлтый. Да. Ничего не видно нормально. Ладно. Ставлю фотографии, покажу, какие цвета. Всё. На этом мы попрощаемся, да, Серёж? Я правда не могу. Я очень устала. Хотя я не люблю, конечно, жаловаться эту депрессуху всю, но сегодня у меня очень болят ноги. И хочется спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok